Лишь в минувшую субботу Алексей Навальный проиграл апелляцию по делу и в Роше. Условный срок стал реальным. Со дня на день оппозиционера отправят в колонию. На этом фоне за кулисами был запущен ещё один процесс. Amnesty International изучала высказывания Навального, включая довольно давние на предмет риторики ненависти в них и призывов к насилию. По версии Amnesty запустил этот процесс некий человек, живущий за пределами России. Он отсмотрел множество видеороликов, с Навальным, выбрал оттуда самые шокирующие метафоры оппозиционера и с этими материалами обратился к активистам Amnesty в разных странах. Какие именно видеоцитаты Навального имеются в виду, организация не разглашает, но, как сообщает ряд СМИ, речь якобы идёт о высказываниях политиков нулевые годы, касающихся тем миграции и национальных меньшинств. Известно, что Навальный принимал участие в так называемых русских маршах, ежегодных шествиях российских националистов. В итоге Amnesty было принято решение не использовать в отношении Алексея Навального определение узник совести. Об этом решении сообщил американский журналист Аарон Матте. В то же время на сайтах организации данной информации нет. Судя по всему, она сознательно не привлекала внимания к этому решению. Amnesty объявила Навального узником совести лишь 17 января этого года после возвращения в Россию задержания оппозиционера. Кроме того, организация подчёркивает, что, как и ранее, осуждает арест Навального. Как отмечается в сегодняшнем заявлении руководителя Amnesty Германии Маркуса Бека, отношение Amnesty International к процессу против Алексея Навального не изменилось. Компания по борьбе с несправедливостью в отношении Навального и других людей в России будет продолжаться независимо от того, есть у них статус узника совести или нет, подчёркивает Amnesty International. Организация критикует жёсткое обращение российских властей с их критиками, такими как Навальный, и с мирными демонстрантами. При этом правозащитники отмечают, те, кто хотел изобличить Навального, проделали огромную работу, ведь отыскать такое количество видеоцитат на самом деле непросто. У российского отделения Amnesty сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной компанией по его дискредитации за рубежом.